окей всем привет тем кто присоединился и тем кто будет смотреть записи мы продолжаем разбор статьи раба хана аппарата к недельному разделу бешаллах сейчас я представлю на экране с того место где мы закончили есть только секунды я возьму указку да вот она я надеюсь ее видно смотрел видео уже забыл по моему вот это вот что-то типа здесь и соцзет вы видите вы видите да нет а пониже следующий абзац а песок и песок и мафтех ну хорошо все замечательно значит запись у нас есть сделать больше и так нормально видно текст нормально нормально ну хорошо давай так песок и мафтех а метави метавим а метавим матвим я думаю матвим это программа аэлокит да сейчас это слово все время запоминаю изменениям бе мэгадгэдим мэгадгэд 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 мэгадгэдим бе адсмараба бе дварашем правильно значит так ключевые вот эти спасуки ну как бы метави по-моему что-то типа намечать или размечать мы говорили когда-то но можно повторить обозначают дорога вот на эту тему как раз есть несколько синонимов очень близких но все-таки различающихся по смыслу да о которой в общем все близки к слове дорога и это просто дорога интересно очень похоже по звучанию на русское да дэрах дорога как-то близко случайно не случайно не это самое простое передальше метве метве это означает вот одна эти правильные русские слова это не столько дорога сколько проложение пути это скорее всего даже путь я бы сказал метве потому что например когда занимаются каким-то делом но вот все время первое время обсуждается по-русски это не очень хорошо звучит но тем не менее сделка ну то есть вот соглашение с хамасом по поводу возвращения похищенных и все время употребляет это слово метве 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 это вот направление по которому это происходит понимаете поэтому здесь тоже смысловые отличия есть берах это дорога она может быть символическая дорога который как бы идет человек своей жизни например вот но метве это то что человек делает прокладывает сам например ставит репера и вот у него получается как бы метве ну найдите сами может быть русское слово которое сто процентов подходит может быть путь, может быть путь, может быть путь, но, в основном, метвы очень важное слово. Дальше, да, окей. Так, значит, вот эти ключевые пасуки размечают программу, божественную программу. Да, намечают. Намечаем метроделям, это вот, которая как бы отзывается, отзывается, мы подведем, отзывающиеся, наверное, очень сильно, или как-то очень большой силой, большой силой в словах Всевышнего, к Аврааму в Заветном Союзе. Мы это легим от слова «гет», правильно? «Гет» — это «эхо». Вот когда выпускали пластинки, была знаменитая фирма израильская, ну, знаменитая в Израиле хотя бы, сейчас, по-моему, она уже не существует, я же назывался «гет-арцы». По-русски «эхо» как-то не сказать, например, «эхо Израиля». Хотя было там «эхо» чего-то, была какая-то радиостранство, «эхо» чего-то, или «эхо» просто. Ну, например, глагол сделать по-русски невозможно. Просто невозможно сказать глагол от слова «эхо». «Эхить» как-то, это просто невозможно. На иврите, соответственно, есть глагол «эхат-хэт» — это «эхо», которое «ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху», как бы кто-то повторяет, скажем. Многократно звучащая, наверное, по-русски было бы правильно сказать, действительно многократно звучащая, сила с большой силой, которая, ну, вот, проявляется в в Совете между рассеченными частями. Да, да, да. Так, вы юдэа, да-да, гэр, гэр и езар эха, берец лаэм, в авадум, в ину, оттам, арбаамы, отшана, вагамы тагоя, шэр, я авду, я аваду, да, нанохи, анохи. Так, и как бы знай, знай, что пришельцами будет потомство твое в земле, которое, ну, которое не их буквально, в чужой земле, и угнетать их будут, и страдать они будут, или мучить их будут 400 лет. Да. И, ну, также народ, который поработит их, я буду, как бы, его судить, да, нанохи, то есть произведут тут, произведут тут над народом. Так, и четвертое поколение вернется сюда. Да. На землю израиля. Ну, вот это вот мем, да, это от их. Ну, интересно, видите, например, я не знаю, почему так написано, может, потому что это по слуху просто не очень удобоваримо на иврите, потому что, ну, вот здесь, например, это мем сапитной, присоединилась к авду. То есть и в до там, а в дум, да, в до там, а в дум. Ну, например, здесь тоже мог бы написать инум, например. Инум, ну, наверное, было то же самое. Ино там. Но, однако, здесь написано как бы в раскрытом виде, а здесь в сокращенном. Почему так? Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, но все еще видно, что это одно и то же. Написано один раз как бы в сжатом виде, а в другой раз в виде раскрытом. Окей? Так. Да, значит, что ухшем, укшем. Кукшем. Ухшем. Кукшем. Ахлака. А решуна, шель атакнит бы, А только здесь, сейчас, секундочку, вот это вот слово, тоже у меня занялось секунду понять, это шава, не шеба, а шава, понимаешь? Шава, да, верну, возвращаться. Ухшам, Ухшам, да. Воплощено или воплощено. Ну да, материализовалось, воплотилось. Материализовалось. Первая часть программы во время, это вот эта вот божественная программа, про которую он говорит, во время египетского рабства. Да, вот этот вот гей, откуда, вот этот вот гей, это от какого слова? Хелка. Так, Лака, ну как бы ее часть или ее... Не, ну скажи, правильно. Программа, наверное, такая. Да, Тухни, правильно. Тухни? Тухни, да. Лака часть, ее часть этой программы во время египетского рабства. Правильно. Позже, когда, когда реализовалась Шава Тора возвращается Тора и уточняет эту программу, Тухни Тьицат, исхода из рабства в хирург свободе на четырех языках геулы. Да, я только хочу... Смотрите, ну вот это все на тему Матве. Матве – это вот ставит реперы, по которым прокладывается вот как бы путь, мы видим, да, вот это вот направление. Ну, реперы, я, честно говоря, не знаю, что это такое. Я знаю, что какие-то типа колышки ставят, когда геодезическая там идет прокладка, там чего-то. Стизя. Ну, я не знаю, вот по-русски, например, стезя есть такое слово, сейчас мне пришло в голову. Вот, ну, типа, стезя, например, не знаю. Но, опять же, как сказать глагол от стезя? Я не знаю, как по-русски, это, наверное, такого нет. На самом деле, запомнить это слово – это слово как бы важное, потому что еще, например, слово, вот мы сказали, есть Дерах, Митве, есть, например, Маслуль, мы говорили, да, Маслуль совсем другое. Маслуль – это явно вымощенная дорога. Хотя, опять же, это говорят в плагине только физическом, например, когда кто-то, например, молодой солдат, да, только что начавший службу, он начинает как бы воинскую службу, ему делают Маслуль. То есть, какой у него Маслуль? Ну, Маслуль такой, по-русски называется учебка, да, наяврительный курс молодого бойца. Вот, сначала у него курс молодого бойца, тиранут, потом у него два месяца этого, потом у него два месяца этого, потом у него два месяца этого. В конце концов, он получает воинскую специальность, да, и это тоже называется Маслуль, да. Но вот Митве, Митве, на мой взгляд, это ЮТЭР связано, это больше связано с неким прокладыванием, программированием. И это как бы соответствует тому, что мы говорим. Вы смотрите, вот это вот прокладывание, здесь, видите, написано, мы начали с книги Бреши, правильно, Бридбену Тарим, а и переходим к Негошму. То есть, мы видим, что вот это вот геодезическое, да, из, так можно сказать, стезя, прорубь, не знаю, просика, как угодно. Вот это, видно, оно продолжается. Ну, что я хотел еще сказать. Да, вот это вот интересное слово ШАВА, ШАВА, ШАВА ТОРА, у Майфореда, вот здесь вот ШАВА, это больше служебное слово, да. То есть, как бы, можно просто сказать, что это просто ТОРА повторяет или еще раз конкретизирует, но там, в случае, конкретизирует более точно общий план, который был намечен. Вот это вот слово ШАВА, ШАВА, это то же самое, как ЛАКЗОР, УЛЕХ, ВЕГУДЕЛЬ, например, УЛЕХ, ВЕГУДЕЛЬ, ведь не говорят правильно, что идет и вырастает, а говорится просто, что вырастает, либо становится больше. Поэтому это больше служебное слово здесь. Окей, ну хорошо. Так, каким образом уточняется этот план? Так, в четырех языках геулы. Ну да. Так, ВЕХУЦЭТИ ЭТХЕМ МИТАХАТ СИВЛОТ МИЦРАЕМ, ВЕХУЦАЛЬЦИ ЭТХЕМ МЕАРУДАТАМ, ВЕГААЛЬЦИ ЭТХЕМ БЕЗРУА, АНИ ТОЯ, ВИШЕВТИМ ГДУЛИМ, ВЕЛАКАВТИ ЭТХЕМ ЛИЛЕАМ ВЕГААИТИ ЛАХЕМ ЛАЙЛУКИМ. Ну да, это просто из Пасхальной Агады, которая берет отсюда некий шмотки. Окей. Шестая глава. Так, и выведу вас из-под как бы страданий, что ли, как бы, угнетения. Тягость, тягость, время, как угодно. Да, египетские, страдания, угнетения. И избавлю вас от их проабощения, от их рабства. И, Гаяль, освобожу вас, получается, или как это... Да, освобожу вас, как бы, рукой сильную и... Мышцы простерты, так это про... Там мышцы была. А, ядхазака в сравнении, да, какую-то там мышцы простерту. И судами, и великими судами. Казними великими судами. Казними великими, да, казними великими, и возьму вас себе в народ, и будете вы, и будете, и воите лохэм, и будете вы, как бы, для Бога или у Бога. И воите, я буду вам. А, Господи, помню, да, точно, буду вам Богом, все. И видно вот эти четыре лошонот, четыре, да, это вот они. Вот сети, цальти, гаальти, лакахни, это те четыре бокала, которые пьют во время пасхального седра. Это, как бы, классика, это известно, да, вот они, оцети, веоцети, веи цальти, веи гаальти, ве лакахни. Вот это четыре ступени, четыре ступени освобождения. Первая, это физическая, потом спасение, потом освобождение духовное, и беру к себе это дарование того, ну, как бы, в общем виде. Да, вот это четыре этих бокала. Окей, хорошо. Так, ваё сам лев, ки бэлэшон арэвіид ва лакахцид хэм лі, лэам ва айті лахэм лэлокім, носфа, хуліян носфа, хуліян носефэд, бэ в рід бене абитурим. Ва ёй, бэ сэрат, эт маамад гарсэнай... Нэ ва сэрэд, это просто пиэль, ки сэр, мэ ва сэрэд. Нэ ва сэрэд эт маамад гарсэнай, дзіврей а рамбан. Рамбан, ва лакахцид хэм лі, лэам, бэ ва ва хэм, бэ ва хэм, бэ ва хэм, бэ ва хэм, эль гарсэнай, вэ ті раблу а туран. Правильно. Значит, ва юсам лев, и, как бы, обратите, обратите внимание. Да, будет, дословно, будет обращено внимание, потому что это, как бы, сказательное, правильно, юсам лев. Что на, вот, на, как бы, на четвертую, на четвертый вот этот вот пункт. Ну, четвертый пункт, да, правильно. Да, и возьму вас тебе в народ, и буду для вас, для вас, добавлено, добавляется дополнительное звено, получается. Правильно, хулия – это звено, правильно. Сэфет к вот этому бэн-э-бэ-тариму. Ну да, бэн-бэ-тариму этого не было, да. И это, как бы, про возвещение мавасарит. Правильно, да. Про возвещение к, как бы, стоянию. Да, ма-матар Синай, да, Синайское откровение, Синайское состояние, дословно, по-русски, Синайское состояние, да. Как, по слову Рамбана. Да, как пишет Рамбан. Как пишет Рамбан, да. И возьму вас к себе в народ, и, бэ-вахэм, и, как бы, приведу вас к горе Синай. Нет, при вашем приходе, я думаю. Ну, до слова, при вашем приходе. Это как депричастие должно быть. Да, 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 да. При приходе вашем в горе Синай, и вы примете Туру. В это гамну Тура, правильно. Все правильно, все правильно. Теперь мы Тимофей передаем. Ляр Сан, кто у нас там, кто у нас получит. Да. Ну, пускай будет Тимофей, я не отправляю. Да. Агам матан Тура, эйно сов пасук. Да. Ну, даже драма не Туры, это не конец пасука. Ну, да, сов пасук, смотри, в данном случае понятно. Просто сов пасук, это взято как бы из Торы, да, когда это конец стиха, называется сов пасук, правильно? Вот, но в обычной обыденной речи сов пасук, значит, конец дела. То есть, грубо говоря, если переводить по-русски, ну, более-менее литературно, этим не кончается дело. Это и носов пасук. Когда есть какое-то, это тоже очень распространенное, когда есть какое-то дело, которое продолжалось во время, следствие против кого-то, ну, любое, любое, как бы, мероприятие, которое, осуществление которого занимало время. И если происходит еще какой-то пункт, например, там выступил адвокат, либо там еще что-то, что-то сделал, да. И, тем не менее, это дело не закрылось. Тогда говорят, то есть, это не завершение дела, это еще не конец. Вот это вот здесь вот сов пасук. Дальше. Так, и до нас еще пятый пункт, или как лучше тут перевести? Не, не, Лафаней, но Лафаней, в данном случае, это не перед нами, а, в смысле, не то, что было до нас, а перед нами еще пятый. То есть, мы говорили, там было четыре пункта, правильно? Но этим дело не отличается. Рафханан Парад, поскольку это религиозный сионизм, как бы во главе, у глаз стоит возвращение в землю Исраиль, как одним из самых главных символов Геулы, приближающих, это возвращение народа. Поэтому, естественно, он не останавливает, знаете, четырех. Да, а он говорит, ну, вообще, обратите внимание, там же еще и пятый, как бы, посылок есть, и какой он, Лафаней, ну, отложен, хамешит. Да, перед нами еще пятый пункт. Да. Подписывающий. Ну, подписывающий, что результирующий, как бы, суммирующий, дословно припечатывающий, да. Да. Ну, в общем, возвращение в землю Исраиля. Да, который провозглашает возвращение земли из Исраиля, извещает, провозглашает, как угодно, да. Вейвете. Окей. Вейвете Эдхэм Эль Аарец. Правильно. И приведу вас в страну. Да, ну, это ВАФ, в данном случае ВАФ, это ВАФ оборотный. То есть ВАФ, который превращает прошедшее в будущее. Вейвете Эдхэм Эль Аарец. Приведу вас в землю Исраиля, просто в землю. Окей, дальше. Лерега. Лерега нидма лемезин. Мазин, да. Лен ом агэула. Да. Шебет хилат парашат вайра. Правильно. Значит, на минутку представляется. Правильно, секунду может представиться или как-то, ну, что-то типа это, да. Кому. Кому. Это мазин. Мазин. Тому, кто слушает на ум. Ле мазин ле не ум. Мазин ле не ум – это слушающая речь. Мазин ле не ум. Мазин от какого слова? Ну, узны, ну, ухо. Ну, опять, по-русски как бы так не важно рассказать. Как бы слушать – это ушить, дословно. То есть слушать ушами – это ушить. Ну, вот мазин, да. На минуту может представиться тому, кто слушает, ну, вот, речь. Речь освободительную речь, либо речь геулы, да. Которая где? В начале головы вайра. Правильно. Ки-бхах, тема. Тама. Тама. Там атакнит в нишлема. Правильно. Что таким образом и осуществляется программа. Ну, да. Только, ну, здесь, как бы, смотри, ты правильно говоришь, осуществляется, но здесь, как бы, более, больше языком полной завершенности. Потому что ты правильно говоришь. С одной стороны, есть слово нишлам. Нишлам в смысле закончен. Нишлам. Да. Вот совокупность двух слов. Там в нишлам. Это полностью завершен. От двух слов. Там, там. Это как бы, ну, там, с одной стороны, это и непорочные, и безызьяные, как угодно. Но это в смысле совершенно закончено. То есть может показаться, что совершенно, абсолютно закончилась программа. Все, там в нишлам. Как вот мы говорили, с одной стороны, да, у нас было зело совпасук. Когда говорят зело совпасук, означает, это не конец дела. А когда говорят, там в нишлам, это означает, все, поставлено, как это, я не знаю, сургучная печать. Все. Дело закрыто. Вот это антоним. Полностью закрытое дело. Но он говорит, казалось, этому может показаться, что этим все кончено. Он говорит, ну, смотри, это не так. Да? Дальше. Ну, это такое поэтическое. Ну, мы разберем. Это несложно. Это можно все понять, да? Итак. Ахена ляхар крият Ямсу, да? Ну, да. После очистения. После рассечения Красного моря, да? Или Ямсу, да, сурганное Тростниковое море. Ну, по-русски переводят черемное, по-моему, или что-то типа этого, да? Бэша, Шазаху, Исраэль. В час, когда удостоился Израэль. Да, когда удостоился Израэль, да. Но Бэша тоже. Бэша – это более-менее служба. Не зависит от бизнеса в тот самый час, в 12 часов дня. А именно в то время или в тот момент, когда удостоился Израэль. Что значит Лесков? Лесков Кома – это что такое? Заков Кфуфим. Вот одна из ворохот утренних. Ну, спрямиться, да. Не спрямиться. А Кома там, Кома. С одной стороны, в современном говорите Кома – это этаж. Да, Бэй называется Бэйзэ Кома Тагар. Человек входит в Ма-Лит. Да, Ма-Лит – это Лит. Да, и статист должен выбрать Лэйзэ Кома Лай-Ге. У него там есть список этих Комод. Первое, второе, третье. Лесков Паркинг – это минус один, минус два. Так дальше. Вот выражение Лесков Кома – это выпрямиться в полный рост. Да? Лесков Кома там. Ну, это такое символическое выражение. Ну, соф-соф. Вот из Израиля удостаивается соф-соф, Лесков Кома Тагар. Выбрямиться в полный рост. Полный рост. Полный здесь правильно добавить. По-русски это по месту. Бэй Колам и Тронен. Все ликуют. Да, их голоса Колам. То есть Кольша и Лесраэль. Колам и Тронен. И Тронен – это одно из выражений Рина. Рина – это ликование. Да, Рина – радость. Ликование, радость. И отсюда глагол по-русски. Тут тоже можно сказать глагол. Да, вот этот голос. Ликующий, ликование, как угодно. Каким образом он ликует? Бэшира. В песне. Амиешира мабатала мирхаким. Мейшара – это означает сочи Лаяшер. Лаяшер – это выпрямлять. Здесь как бы такой образ. Вот Израиль встать в полный рост. Когда ты становишься в полный рост, то ты как бы глаза можешь видеть далеко, до горизонта, что происходит. Это вот как бы такой образ. Сейчас, наконец, Израиль выпрямляется. Они были согблены. Почему? Потому что нападали эти самые египтяне. Рабство было. Эти самые египтяне чуть ли не настигли их. И были все согблены такие. Боялись, сейчас будут удары и все прочее. Сейчас, наконец, освободили. Все, перешли. Спаслись от египтян. Выпрямляются в полный рост. Дальше известно Шират Аям. Это все с этим связано. Правильно? И что для нас важно, мы же все время говорим про это Митвэ. Правильно? Чмитвэ. Это вот этот Маслуль. Или вот это вот Митвэ, которое надо видеть издалека. Поэтому, наконец-то, они могут увидеть вот эту вот перспективу. Об этой перспективе и говорится. Дальше. Лэ Мирхаким. Что такое Мирхаким? Вдаль. Вдаль, правильно. Мирхаким – это пространство. Это вот дистанс. Это вот то, что не рядом с тобой, а как бы дальше далеко. И вот это вот есть такое выражение, да, лир-о-лир-от, или вот этот Маббат Лэ Мирхаким. То есть, вот этот взгляд, который охватывает до горизонта. Дальше. Ну да, немножко такой возвышенный стиль, почему-то же мы же здесь говорим, что сейчас будет как бы широта ям, правильно, поскольку это все возвышенное, поэтическое. Ну и, соответственно, Раб Ханан Парад описывает это тоже в таких, в таком, ну, как бы, в литературном иврите, но как бы возвышенном, да. Бак-у-ве-алу. Что такое Бак-у? Мы раскололи. Бак-у – это, знаете, прорываются, да. Биг-а. Кто такая Биг-а? Это долина. Что такое долина? Это у тебя есть вот скалы или что-то такое, да. А тут вот есть такой прорыв. Вот Биг-а-Тай-Ордена, в первую ступорскую, называется Орданская долина. Понятно, что она находится вот такой В-образной, с точки зрения геологической структуры. Бак-у-ве-алу – это означает прорываются, да. Прорываются и возносятся, можно так сказать. Мимо-маким. Из глубин. Ну, из глубин, из глубин. Чувств из глубин, сердец, как угодно. Нидбахим. Нидбахим, мы когда-то говорили. Нидбах, да, это уровень слои. Какой-то слой какой-то. Да-да-да. Ну, то есть, как бы, прорываются новые слои. Я не знаю, можно по-русски подумать, перевести. Это более литературно, чтобы звучало. Но как бы идея, это как бы левель. Есть, причем, нидбах всегда, это, я думаю, что я не ошибаюсь, это не шихва, например, это прослойка. Если есть геология, да, то шихва – это обязательно так. Это будет некоторая физическая прослойка, да. Или в плане социальном тоже говорят шихва, например, а шира. То есть, как бы, вот, богатая социальная прослойка. Но вот нидбах, насколько я, как вот я сейчас, мне это представляется, мне кажется, это правильно. Нидбах – это именно всегда говорится о прослойке, или надстройке, лучше говорить, надстройке, как бы, концептуальной, духовной. Да, вот говорят, что, например, там, человек интеллектуального, культурного, у него есть нидбах-носав, то есть у него еще какое-то, вот, там, дополнительное, да. Вот тут тоже говорится, что посолка, они выпрямились, полный рост, смотрят на мир Хаким, вот у них появилась возможность, как бы, вот такого нового поднятия духа, да. Софим, вы понимаете? Дальше. Какие? Рабеют, Смавы, вот. Так. Полные… Сма. Рабеют, Сма, да, тоже, опять же, много таких слов, которые… Их соединение вместе можно выразить просто одним словом. Рабеют, Сма, да, это тоже, можно сказать, одним словом, а именно очень сильные. Раф, Уцма, например, если, опять же, мы сейчас в военное время, поэтому это то, что все время на вас на новостях, например, Ая-Петсус, Раф, Уцма, прошел очень сильный взрыв. Или просто сильный взрыв. Раф – это всегда, как бы, много, да. Раф, Уцма, то есть, вот, прорывается такой мощный этот самый. Ну, год – это понятно, да, что такое год. Да. Слава. Это тоже благородство, слава, да. Когда, не знаю, в детских книжках про царей, там, Андерсон говорится, вот, мол, его величество, вот это вот величественное, да, «Веймалах геуллах», да, который вот в процессе геуллы. А дальше вот эти вот строчки из «Ширатая». Давай, прочитай, пожалуйста. Да, читаем. Да. Да. Ти-веймо. Ти-веймо. Да, ти-веймо. Ти-веймо. Да. Ти-та-эмо. Да. Ти-а-эр. Ну, наверное, более политическая форма, и она звучит более красиво просто на слух, когда здесь не «мэм» стоит, да, «их», а когда стоит «вав». Хотя читается, хотя по смыслу это одно и то же, звучит, по-видимому, более красиво. Ти-веймо-ва, Ти-та-эмо, да. Приведу его или Ти-та-эмо? Ти-та-эмо, насажу его дословно. По-русски, как бы, это невозможно насаживать, не дай бог, на ком, да. Но вот на еврите это дословно, да, посажу его. То есть приведу его и укреплю его в этой стране, либо поселю его в этой стране. Невозможно сказать, воткну в этой стране. Потому что, как бы, что делают с саженцем? Ну, сажают, наверное, да, саженцы сажают, поэтому они называют саженцы. Невозможно сказать про рот, что и про этот самый народ, что я его насадил. Но на еврите это именно так. Ти-веймо-ва, Ти-та-эмо. Тем более, что это звучит очень, как бы, в рифму, да? Бегарна халатха. На горе наследие твоего. Правильно, правильно, да. Махон. Махон ле ши. Теха? Да. Паальта. Паальта, да. Паальта. Да, Ашен, да. Место проживания того. Это точно вот этот вот Махон, да. Точно так же, как Ле Абель, надо, наверное, сказать. В мою бытность все учебные, все неучебные, наоборот, все заведения, где проводилось какое-то мехкар исследование в Советском мире, они все назывались НИИ, да, науштейские истории. Много анекдотов. Я тоже работал в родном из таких НИИ. Да, да. Наявите, сейчас, как бы, в Израиле тоже есть такая мода. Ну, не сейчас, может быть, она уже сколько-то. Любое место называется Махон. Например, место, в котором делают улучшение внешнего вида, там, я не знаю, очищение кожи, там, подведение бровь, ногти, пятое-десятое, да, оно тоже называется Махон. Только Махон Йоффи, да. А оно, естественно, есть настоящее, оно называется Махон Мехкар. Вот Махон Мехар – это НИИ, научно-технический институт, да. Но в данном случае Махон, Махон, конечно, это не институт, как мы сейчас говорим, хотя, опять же, то же самое, а именно в смысле место проживания, место, место лошевтыха, проживания твоего, если возвращение твоего, может быть. Не знаю, надо посмотреть, как это точно переводится. Я думаю, что, ну, как бы, воплощение тела рук Всевышнего. Вот такой перевод уже от слова поэль, правильно? Дальше. Мигдаш Ашэ, Мигдаш Адунай. Да. Конену и Эдэхэм. Ну, да. Крам Всевышнего. Конену и от слова лехонэн. Взведут. Что-что, лехонэн, лехонэн, это направлять, делать и все. В Махшевах теперь такого, по-моему, вообще нет, Васянович, у меня нету, у всех нету. Раньше эти, как это по-русски, места, куда вкладывается CD, например, назывался Conan. И в этих Махшевах были разные, в компьютерах были, называется Conan. Conan Alov, Conan Bed, Conan C и так дальше. То есть, как бы, все эти драйверы были. С одной стороны был Conan Alov, это твердый диск, один, потом Conan Bed, второй, а еще был вот этот Conan CD. Куда нажимаешь на кнопочку, выезжает этот магаж такой, кладется диск, он запьется. Теперь это уже, по-моему, все вышло из употребления, да. Ну, вот это от слова лехонэн. Лехонэн, как бы, это направлять. Да. Ашэ, Ашэ, Ашэм. Ашэм им лох полюна вает. Ну, да. Всевышний будет править навсегда. Да. Вот Шират Аям, Тубешват. Вот у меня есть это, это я все написал, как бы ты заметно не стал стирать, да. Окей, Бесэба. То есть, это тема Тубешват, правильно? Окей. Что дальше делаем? Следующий. Арслан, да. Арслан, да, мы готовы слушать. Я должен себя погромче сделать, потому что я плохо слышу. Да, окей, слушаю. У меня на полную громкость стоит. Нет проблем, нет проблем. Я сделаю себя громче, да. Хиритмуси. Да, это просто слово ритмус, а слово ритмы. Хиритмуси шельгаец. Ритм дерева, что ли? Ну, ритмы дерева, да. Ну, по-русски это не очень звучит, но, в общем, как бы идея такая, что, да, ритмы дерева. То есть, какие у него там есть вот такие те самые волны, которые его преображают, какой у него ритм. Он, может быть, специально написал, потому что, как бы, еврейское слово, к слову, ритм какое? Вопрос. Ритм на еврейском как будет. Ну, например, есть песня, правильно, а у нее какой-то есть определенный ритм, там музыкальный ритм есть, да. Как это называется? Кецев. Правильно? Кецев. Кецев – это вред. Ну, здесь, наверное, поскольку это, как бы, возвышенное, поэтому он написал ритмус. Ритмус – это, наверное, греческое слово, скорее всего. Поэтому и так это пишется ритмус. А ритмус – это кецев. Да, окей. А ритмус шиляется. Ну, поставил в кавычках, потому что, как бы, ну, у дерева не может быть ритмуса, потому что оно, как бы, не живое, оно не может дергаться, плясать, там, я не знаю, еще как-то ходить к одурном. Вот. Но поэтому, специально в кавычках, но имеется в виду, что у него есть какие-то, как бы, процессы, которые создают вот этот вот кецев. Создают вот этот вот ритм, ритм деятельности дерева, скажем так. Окей, дальше. Продолжение следует. В рамках этой статьи. Так и по-русски. Один к одному просто. В рамках этой статьи. Да, в рамках этой статьи. Сфокусируемся, сосредоточимся, наверное, лучше сказать, сосредоточимся на вот сообщение, на вести какой. Какая, какая. И насажу вас. И насажу вас, правильно. Да, вон так, когда будем говорить так, хотя это звучит не очень хорошо по-русски, но тем не менее отвечает на то нашему прямому смыслу. Да, и посажу их. Посажу их. Мы говорили, что вот этот вот вав здесь в конце, это как мэн. И посажу их. Дальше. Дальше. Хэнаа. Хэнаа, да. Хэнаа, лехад хаилмон. Пиланот, дири, пиланот. Шэххал. Шэхал. Шэхал тадзир. Бесамох. 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 Ле парашат бешалах. Да, да. Вот мы сосредоточимся на вот этой вести, какой. И насажу их. Дальше. И вот эта весть, она что? Анаа, леха, каилоно. Что-то к празднику. Ну, праздник, которая соответствует на а. В смысле, которая приятна. Ну, по-русски так не очень правильно сказать. Ну, которая соответствует. Которая хорошо соответствует. Вот правильный перевод, наверное, такой. Которая хорошо соответствует празднику деревьев. Правильно? Обратите внимание, что опять на иврите есть. Может, по-русски тоже есть. Смотрите, по-русски есть деревья. Правильно? Есть деревья, деревья, а есть зеленое насаждение. Ну, вот да. Вот есть деревья, а есть зеленое насаждение. Которые включают не только деревья. Ну, я не знаю, насколько это правильно. То, что я сказал. Это вот параллельно. Во всяком случае, вы знаете, что есть эц. Эц – это дерево. А с другой стороны, есть илан. Думаю, что иланот – это деревья, проверьте, не ошибаюсь ли, по-моему, иланот – это имеется в виду деревья, плодоносящие, а не елки-палки. А эц – это, может быть, просто любое дерево, которое входит под определение, что такое дерево. А вот иланот – это именно те, которые дают плоды. Я не знаю, не уручаясь сто процентов, что я говорю правильно, по-моему, да, можете проверить, что такое слово илан, чем оно отличается от эц. На самом случае, вот хага иланот, да, шехаль. Что такое халь? Обычный, обыденный. Ну, халь – это вообще происходит, выпадает. Почему? Потому что, как бы, календарь, он сдвигается, правильно, не в одни и те же самые… Лунный календарь отличается от Солнечного, поэтому это не всегда одни и те же самые даты. А именно, это всегда не те же самые даты. Эти же даты еврейские, там, Ту-Бешва, но с учтением Григорианской – это все время другие даты календаря. Но, тем не менее, говорится, что хальтель, тадир. Тадир – это постоянно, который постоянно, можно по-русски сказать, выпадает или случается, как угодно, да? Бесамух – это близко к Парашат-Бешалах. Бесамух – это близко к Парашат-Бешалах, близко к Параши-Бешалаху. То есть, вот есть Парашат-Бешалах, а часто происходит так, что где-то рядом с ней, либо чуть впереди, либо чуть сзади, либо просто на этой неделе происходит Ту-Бешва. Парашат-Бешалах, ее можно связать с праздником Ту-Бешва. Что-то происходит где-то по соседству, по времени. Окей? Дальше. Димуев, я думаю, что-то типа этого. Димуев, я думаю. Димуав, я думаю. Или Димуав, не знаю. Может быть, даже Димуав, да? Димуав, шель ам-исраэль. Лей-лин. Лей-лан, опять, это слово лей-лан. Дерево, да. Мацуи. Да. Бекама. Бекама. Мекамот. Да. Бомикра. Бомикра. Да, ну хорошо. Посмотрите, если бы не было ВАВ, то было очень просто читать. Было написано Димуё. Димуё – это его образ, правильно? Димуи – это образ. Димуя – это образ. А Димуяв – это, соответственно, его образ. Кого? Народа Израиля. Да, вот образ народа Израиля. Или подобие народа, или, скажем так, уподобление, да, уподобление народа Израиля кому? Деревьям. Дереву. Дереву. Дальше Мацуи. Бекамон, Кому-гумикра. Мацуи. Мацуи находится, расположен как угодно. С точки зрения теологии ботаники, когда говорят, например, шуаль мацуи. Это означает, что распространённый этот самый шуаль, лисица. То есть ей бывает редко, а бывает распространённая. Да, вот этот вот мацуи находится. То есть образ народа Израиля или нет, уподобление народа Израиля дереву, да, мы находим или находятся. Бекамон, Комот, Бемикра. В нескольких местах. Так, в Писании. То есть в нескольких писах Писания, а именно в Танахе, можно найти места стихи, в которых народа Израиля сравнивается с деревом. Окей, дальше. Ах-кан. Да, что он как бы меняет или чуть-чуть меняет смысл? Таким образом? Нет, отменяет. Вот здесь было написано, что подобие уподобления народа Израиля дерева находится в нескольких местах в Танахе. То есть как бы идея в том, что это не новое. Ничего нового в этом нет. Вот это выражение Титаэмо. Ничего нового в этом нет. Но он говорит, да, ничего нового нет. Но лучше, если как бы непонятно, то просто сказать но. Но здесь Башират Аям. Но здесь Песня на море. Песня на море появляется впервые. То есть вообще он появляется много раз. Но здесь он появляется впервые. И это вот этот Ах, который как бы несколько отрицает, либо представляет в другом аспекте то, что было написано до него. Потому что во многих местах, но здесь, здесь впервые. Умина Рауи. Умина Рауи. Это тоже такое выражение. Умина Рауи как бы имеет смысл или подобает, например. Рауи это подобает, величествует, как угодно. Или как бы правильно или как угодно сказать. Умина Рауи правильно, справедливо. Лаамот Альмикцад. Это дословно, да. Лаамот Альмикцад. Это не служебное слово. В смысле рассмотреть несколько кого? Этих мессарим. Значит, мекупали, мы уже говорили. Мекупаль. Это от слова кипулин. Это завернутый. Который, ну, по-русски плохо сказать завернутый. Да, это так... Вложен, когда лучше сказать. Вложен, да. Ну, мы скажем, вложен. Либо просто находящихся вне. Лучше совсем плоско переводить. Находящихся вне. Ну, мы известны, что мекупали. Я уже говорил, есть такие известные... Дети очень любят, может быть, какие-то взрослые тоже. Есть такие сладости, которые называются мекупали. Вот такие, вон, какие-то закрученные такие штуки. Ну, естественно, сладкие. Да, они так и называются мекупали. Опять же, есть типографские выражения. Кипуль называется. Эти вот тетрадки, которые потом отдаются в переплод. Все, что сложен, называется мекупаль. Да? Окей. Ну, вот это мекупали, да, в смысле, вложен или находящийся внутри. Кого вот этого... Как это перевести? Димуй, мухаши, зе. В этом образе мухаши. Мухаши, мухаши. Это от слова... Хуш. Хуш, да. Хуш – это сенсор. Хуш в этом, ну, как бы, чувствительном образе. Ну, чувствительном образе опять по-русски так... Ощутимый тогда. Осязаемом образе. Осязаемый, ощутимый. Ого-го-го-го-го. Вот это вот сенсор. Сенсор – это осязаемый, да. Мухаши, например, это выражение тоже очень постоянно говорится. Ухаш, как перевести? Ухаш сакана мухаши. Что это такое? Ощутимая опасность. Да, он, он почувствовал ощутимую опасность. Вот это дословный перевод на русский язык. Ухаш сахана мухаши. Значит, что до этого говорили о сакане, которое, как бы, ну, где-то вообще это. А вот теоретически существует. А вот человек приехал в Израиль, да, турист. Ну, он слышал, что бывают ракетные отстрелы туда-сюда. Да, ну, все, бывает ракетные отстрелы. И вдруг идет по улице, сирен начинается, да. И вот тут он почувствовал ухаш сакана мухаши. Когда раздалась сирена, да, то он своими сенсорами, он почувствовал реальную приближающуюся опасность. Да, вот это вот называется осязаемый. Вот это называется мухаши. Окей? Так вот он рассматривает, мы сейчас будем рассматривать несколько выражений. Прежде всего, вот это тита эмо, которые, несмотря на то, что это сравнение Израиля с деревом, мы встречаем в нескольких местах Танахи, но здесь оно имеет в первый раз очень сильную осязаемую силу. Так у Фириахат Панахару сейчас будет это рассматривать. Окей. Давайте я передам, а Аню. Нет проблем. Ань. Так, сейчас. А вот это нераэ, нераэ? Да. Киберош в решана мывакэш акатув лэдгиш эт айхиза, айтана. Да. Айтана бээраз лэорых ямим бэшаним. Ну да. Каэцэ шэймав арухиум. Да. Ветках Ахэнко Тэф и Бенезра. Правильно. Так, значит, кажется, что в начале, в самом, ну как бы, бэроша решана, ну как бы сперва. Прежде всего. Это тоже опять, это служебная. Роша и шума, это прежде всего. Требует, требует, а как написано или то, что кто... Мывакэш хочет или как бы... Хочет. Да. Ну, требует, надо, ну, просит, хочет написанное, то, что написано... Нет, в смысле писание. Писание, да. Прежде всего хочет писание, да. То, что написано. Писание, подчеркнуть... Это Ахиза, ну, захват... Ахиза и Тана, что это такое? Сильный, могущественный захват или вот так. Даже не захват, а удержание. Удержание, да. Да, и просто это сдерживание. Вы знаете, тоже опять пересчеты на политические реальности с теми Рассану словами, да. В Израиле очень сильная тема называется Маахазим. Маахазим, это означает, что есть группа поселенцев, которые, ну вот, как правильно сказала Аня, захватывают, скажем, какой-то там холмник или что-то так. Начинают его осваивать. И проходит долгая борьба с правительством, с внешним миром, все что угодно угодно угодно. Часть из них, к сожалению, правительство, не выдерживая всякого давления снаружи, оно их с помощью военных структур, армии, полиции, все, хватает людей и ликвидирует их с этого холма и разрушает временные дома, которые там были построены, да. Либо-либо после очень длительного-длительного-длительного периода борьбы всяческой, организованной, политической, какой угодно, да, демонстрации, в конце концов принимаются решения, особенно если правительство права, и тогда им делается как бы легитимность, они делают, стараются вращать в ешувин. Вот ешув, ешув, это то, где ешувин, где сидят. Вот молодым, где я как бы проживаю, да, уже 38 лет, то, естественно, сначала был тоже, как обводится Маахаз, Ахаз, а с течением времени он превратился в ешув, сейчас тут уже больше 30 тысяч человек, слава богу, живет. Ну так вот это вот слово Ахиза, Ахиза – это лейхоз, лейхоз – это удерживать, да, вот это вот удерживание, но тут просто не просто удерживание, а это вот эйтана. А что такое эйтана? Ну какой-то сильный, могучий. Даже сильный, да, эйтаним. Помните, фраза была, эйтаним, а ее как бы баарц. Эйтаним – это великаны, исполины, но здесь вот действительно, ну типа там сильное, крепкое вот это вот удержание. Удержание в земле. Да. В эшанин на долгие дни и годы. Продвижение, то есть дерево, грубо говоря, посаженное в землю, оно долго держится, в этом вся идея. Но корнями зацепляется и держится. То есть как бы этот образ такой же, что народ Израиля, посаженный здесь, почему говорится, что я его посажу? Я не просто его тут поселю. Поселю, да, вот построил как бы домики. Не дай бог, пришли кто-то, домики снестры, тебя выгнали, все, тебя тоже же нет. А вот дерево, дерево, его надо, как это получается, выкорчевать. Выкорчевать – это долгий процесс. Грубо говоря, надо корни, корни из земли вытернуть, не дай бог. Да? Вот тогда его можно удалить. Поэтому здесь, как она, она говорит, что это не зря образ дерева. Это дерево, это дерево своими корнями, оно вгрызается в землю. Вот здесь как бы такой же образ. Поэтому дерево может долго стоять. Дальше. Каэц. Каэц зэ шэймав арухим в ках афэн акотэф ибнэзра. Правильно. Значит, как дерево, которое чьи дни долгие. Правильно. И так, и абэ так пишет ибнэзра. Да, правильно. Вы тита эмо. Чела шэ иамду шэм арбэ шэм арбэ вэло иглу мимэна. Правильно. Кэдэрих. Бэгар маром Исраэль. А, вот так. Кэдэрих. А, вот как, ну, как подобно, как дэрих. Подобно, правильно, подобно, да. Бэгар маром Исраэль, Ишталену, Ишталену, ВНИСАННФ, АНАФ, ВАИСАПРИ, ВАГАЯЛА, ЛЭЭРЭС АДИР. Правильно. Это и хэскэль. Правильно. Это трудно, тему дерево. 23. Так, значит, что пишет Ибнезра, и тита эмо, и укореню, насажу тебя. Да. Это молитва, которая, как бы, утверждает. Молитва о том, чтобы стояли там. Чтобы стояли, что я бы стояли там. И выстали там, да. Долго, много. И не были изгнаны оттуда, как написано. Правильно. Это хэскэль на высоких, вот у меня, на горе высокой посажу Израиля. Правильно. И пустит он ветви, и придаст плоды, и будет, как кедр великий. Как кедр великий, правильно. Сто процентов. Да, вот это тоже образ дерева. Тут все вот эти вот выражения. Это все на тему вот этого, здесь было написано, физа и тона. То есть такое вот мощное вгрызание в землю, мощное задержание, захватывание земли, чтобы тебя оттуда невозможно было выкорчевать, выцарапать, как угодно, да? Окей. Мехэн, действительно, да. Здесь действительно образ длительных, долгих дней дерева, который как бы уподобляющийся долгим дням народа в своей земле. Мехэн, знаешь, как бы Мехэн объясняется, комментируется. Ну, да, приводится, объясняется, как угодно, да. В пророчестве, в утешительном пророчестве. Пророчестве, да, Ишаягу, да. Ишаягу, значит, вот так, это ло, ивну, ве, ве, ахар, йошэф, ве, ло, ишэф, ве, ло, итау, итау, ве, ахэр, ахэра. Йохэль, йохаль. Йохаль, да, йохаль, да. Так, значит, и не будут, и не будут, и не будут они строить, а другие, и не будут, а другой жить, или другие жить. Правильно, да, ну, то есть, как бы временно ты построил, а другой живет. Да, и не будут они сажать, а другие кушать. Правильно, да. Как-то, ну, как дни дерева, дни народа моего, и делорук его, скажем так, что-то как-то будет не, сейчас скажу, не переживут мои избранники. Вот так, как-то, вот так переводят. И речи-то я не помню, надо посмотреть, посмотреть, что это такое. Вот так, бахиры избранники бахири, мои, мои. А, бахири, правильно, правильно, у Масейдэ и Валу бахирай, да, у Масейдэ и Валу бахирай. И Шаяку шестьдесят пятая глава. Может быть, здесь идет речь про врагов, мне кажется, нет? Масейдэ, кого врагов? И Валу, это вообще слово такое отрицательное. Блай-блай, это делать, ну, в общем, делать слабым... Да, и делорук своих переживут избранники мои. Да, ну, это как-то так, да, правильно, да, ну, как-то так. Ну, в общем, общая идея образа с деревом, она как бы понятна, сильная и понятна. Значит, вот эта вот строчка из Ишая, она очень известна, как огни дерева, ни народу моему. Да, окей. Дальше. Однако, возможно, что не только Бесура, вот это известие, сообщение. Ну, есть, да. Есть здесь. Но, однако, также скрытое требование. Да, то есть не только как бы весть, извещение, которое от тебя ничего не требует, тебе просто что-то извещают, как почтовое извещение. Но есть тут Твиянистер. Твиянистер – это скрытое требование. Какое? Так, Элеохос Бегурат Асавланут. Как бы взяться, удержаться силой терпения. Элеохос Бегурат Асавланут. Но, видно, что Бегурат Асавланут как бы в кавычках поставлено, потому что это символическая вещь. А именно удерживаться, ну, это, кстати, инфинитив или удерживать. Силой с помощью терпения. Да, есть Гвура, Гвура, которая, например, там, солдат, который идет в атаку. То есть это такая немедленная, решительная. А есть Гвура, которые Гвура Асавланут. А именно мужество, которое заключено в терпимости, в терпении. То есть человек, как дерево, его же там ветром туда-сюда мотает, да? Это как бы вот некоторые, ну, типа север-человек его туда-сюда мотает и все прочее. Но, тем не менее, он как бы выживает и настойчиво он остается воткнутым в землю. А оттуда его как бы не вырывается. Поэтому называется Гвура Асавланут. Окей? А не дрешит. Так. Асавланут. А не дрешит. Ле-те-лих. Та-лих, процесс. Та-лих, а клита. Вет-ши-ра-шут-бар-рот. Да. И требуется, как бы, что, чтобы... Вот это вот Гвура Асавланут, это к ней, которая требуется для чего? Которая требуется для продолжения, продолжения или... Нет, для процесса обритывания, процесса абсорбции, скажем. Абсорбции и укоренения в земле. Укоренения в земле, правильно. Вот для того, чтобы абсорбироваться, то есть приспособиться и укрепиться, требуется Гвура Асавланут. Требуется мужество, терпение. Не терпимость, а терпение. Терпимость, это разное, да. Терпимость, это другое, терпение, да. Кейлан, правильно. Как это дерево, которое как бы мака... Мак-эшорж – это дословно пускающие корни. Пускает корни постепенно, постепенно... Кама-кома – это армейское выражение. Кама-кома – это сердце земли. Постепенно пробивает корни к центру земли. И требуются ему годы, пока оно не даст ветви и не пустит ветви. И плады, и правильно. Хочу сказать, все совершенно замечательно перевела. Очень известное выражение «кама-кома», в особенности еще ставшее известной в известных кругах, скажем так, а именно одна из центральных книг религиозного сионизма последнего времени, Равахаи Мадрухтана, к сожалению, Заль. Тоже мы достались того, что он нас принимал. В общем, были с ним встречи, когда мы сделали Алию в Израиль. И он был одним из лидеров религиозного сионизма в течение очень долгого времени. Балхавет Кнесет. Он написал очень известный книг, который называется Кима-Кима. Кима-Кима – это означает, грубо говоря, постепенно. А именно это изложение концепции религиозного сионизма о том, что освобождение Геула происходит Кима-Кима. Кима-Кима. Помните, Кима-Кима. Кима-Кима, в смысле постепенно. И это означает, что есть процессы шлавима, а именно возникновения государства Израиля, волны репатриации, шестидневная война, освобождение земель, заселение. И этот вот процесс, то есть рассматривание процесса Геулы не как сногсшибательное феерическое зрелище, когда по, я не хочу сказать волшебному, по божественному желанию внезапно спускается храм, все преображают, все падают синицы, и все. Грубо говоря, надо сидеть и ждать, молиться, пока спустится земля, единовременно спустится. И вот тогда заживем панно. А это же другой подход, который говорит, что этот процесс длительный, могут быть возвращения обратно, могут быть поражения, могут быть снова. То есть длительный процесс, который выражается этими двумя словами. Кима-Кима. Окей, но хорошо. Так, Кима-Кима. Так, ми ше эца, эца ло дархо, а луль лэйтаеш мэгра. Это какое-то хитрое выражение. Тот, кто, ну как бы, спешит, тот, кто спешит. Да, 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 это тоже, это все выражение. Поскольку у него высокий стиль, да. Это сволота. О, это да. Своей дорогой. Как бы убегает от него дорога. Или как бы он спешит, он делает поспешки. Поспешки, да, поспешность. Поспешки он все это делает, да. Может быстро разочароваться. Да. Этаеш мэгра скоро разочаруется. А Вальм, Миша. Нет, даже не Этаеш, это отчаянство. Может быстро отчаянство. Тот, кто надеется на быстрое, как бы, это самое, спешки предприятия, то может отчаянство. Может разочароваться, отчаянство. Это тоже разочароваться, отчаянство. А Вальм, Миша, Мипним. Нет, я думаю, Мафним. Мафним, Лафним, Лафним, это... принимать, принимать, понимать у меня сейчас убежало это слово по-русски когда человек мафним он осознал осознавать мафним, а слово бифним человек внутри себя у него это становится частью его понимания что по-русски называется осознать мафним хорошо однако тот кто осознает что перед ним длительный процесс амитхаев махаев как бы сказать приспосабливаться вот этот махаев то есть он который осознает что перед ним длительный процесс требующий требующий приспособления к ритму правильно если ты понимаешь что этот процесс длительный и ты понимаешь что у тебя пороки сравнивают процесс с деревом то посмотри каким ритмом живет дерево да? йодея киалав лакахат нишама амука нишама да нишама амука в лейт модет да беорах руах и лакаших аклита правильно значит тот кто знает что перед ним длительный процесс приспособливается к ритму дерева и знает что он должен ну на нем буквально на нем взять буквально буквально глубокий вздох ну да по-русски так не говорится набери воздух понимаешь что ты набери воздух воздушный шарик что ли а на иврите это говорится лакахат нишама когда человек люди спорят один шабу уесть другого он ему говорит как нишама вообще это самое тирога тирога успокойся возьми воздух конечно по-русски так не сказать просто по-русски по-видимому самое близкое это набраться терпения да? окей? значит набраться терпения лейт модет чтобы справиться правильно справиться справиться беорах руах как бы с долгим с длинным это опять это опять долготерпение только здесь долгий дух но опять просто так не сказать с трудностями с трудностями абсорбции абсорбции да правильно окей так теперь мы Тимофею передаем давай Тимофею он очень любит это слово мекупелет мекупелет бедеврей раб раби аба месехет сангедрин правильно возможно возможно что это тонкая ирония и возможно что это вот выражение этого мы видим в той тонкой иронии да мекупелет ну которая вложена можно сказать заложена вложена в слова кого раби абы да в трактате сангедрин правильно да мекупелет 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 шинемар вэтем гарей исраэль да анафхем титну да у пырейхем тишу тисау да тисау для мэй исраэль ки карву лаво ки карву лаво да и хискель ну я не очень правильно тонкая ирония но не знаем сказал раби абам нет у тебя я думаю что это выражение кец мегуле кец мегуле это то что называют я сейчас говорю осторожно для этого надо как бы понимать талмуд и все прочее у меня нету да но мне кажется я правильно говорю вот это кец мегуле это означает конец изгнания в смысле начало кец мегуле это конец конец чего то есть конец рассеяния а мегуле в смысле гула уходить в рассеяние то есть кец мегуле это конец возвращения народа то есть грубо говоря это опять же в сионистском в сионистском религиозном сионистском понимании да это современный израиль возвращение народа и так дальше а с точки зрения как бы общего традиционного и скажем более харидимного да это приход Машеха. Вот он здесь и говорит, что тонкая как бы ирония заключается в том, что он сразу сравнивает это с деревом, в котором процессы они долгие. Окей, еще Неймар. Как сказано. Так, и вы. Реатен. Ну да, и вы. Израиль. Ветри ваши. Мне кажется, что это вот арей, арей. Арей это горы. Горы Израиля. Да, но мне кажется, что это не горы Израиля. Мне так кажется. Нет, нет, нет. Все, но я тебя сейчас по тексту читаю. Вы горы ветви дадите, Анфену Титаму, и плоды принесете народу Израиля, ибо вскоре они придут. Ну да, ну, наверное, тонкая ирония, как он говорит, тонкая ирония заключается в том, что когда говорится о конце, то это конец не то сказать, что дошли до тупика, конец либо наоборот. Вот дошли до конца и все, тут все открылось. А опять это сравнивается с деревом, в котором все процессы, они как бы долгие, они были описаны выше. И это, наверное, поэтому приводится из-за крестки. Окей, дальше. Окей, дальше. Ну да, вот это вот ирония в слове Мегулэ, да, это же отсюда всякий слог Мегулэ, Раби Абба сказал Мегулэ, да? Что такое Мегулэ? Мегулэ в смысле... Мегулэ еще, может быть, ябнаженный, что ли? И открытый, да, обнаженный. Я думаю, да, я думаю, что это игра слов, потому что, с одной стороны, это гола, а именно рассеяние, а с другой стороны, действительно, лэгалот – это открывание. Тут как бы некоторая общая такая смысловая, с одной стороны, игра слов, а с другой стороны, некоторая очень сильная смысловая как бы подложка, правильно? То есть, в данном случае, говорится, а кэс азэо, а хэн реалий, вы Мегулэ. То есть, с одной стороны, вот этот вот кэц, конец рассеяния, он реальный, ну, и видимый, грубо говоря. Что здесь Мегулэ – это вид, не прикрытый. Так как Галуй – видимый, да? Вэйн? Вэйн сорок лэвакшо, берамзим, уэйги матриот. Да. И нет нужды просить для него, что ли, намеков. Вэйн сорок лэвакшо, и нет смысла, ну, как бы, просить, если вычислять. Сейчас мы поймем, да, это тоже, это как бы, ну, подспудный диалог, с теми, против которых выступает Ханан Парад, такие были на протяжении народа Израиля, которые пытались с помощью гематрии или с помощью намеков Тори вычислить, искать, вот-вот, в который произойдет освобождение. А он говорит, нет, это не так, не надо вычислять, не надо сидеть с эрефометром и искать эти самые, с Макшивоном, искать эти самые коды, которые есть в Тори, и говорить, а, это плюс это, плюс-плюс-плюс-эре-это, мы получаем тысячу там, две тысячи какой-то самый год, о, это все, тогда придет Машея. Да, он говорит, не надо этого делать. Почему? Просто сравни это с деревом, посмотри, процесс совсем другой. Такая идея, да? Да? Забахшёбы Ромазиму Багиматрию. Окей. Дай? Дай, лейбонен, берец, израэль, эшер, шава, льфрох, вэллатет, пиротея, пэйн, ефэ. А, вот это было. А, теперь понятно, ирония, да. Окей, понятно, от кем смеются, да. Окей. Давай всмотримся. Нет, дай, это достаточно. Достаточно. Не надо, не занимайся вычислениями дурацкими, ну, дурацкими таком говорят, да, ирония. Не занимайся этими вычислениями, по-разному. Пойди в окно, посмотри, посмотри, как земля цветёт. Вот тебе первый признак, и всё. Это самый главный признак того, что юла происходит. А ты сидишь, в окно не смотришь, а занимаешься тем, что пытаешься найти какие-то, значит, коды в Святом Писании, для того, чтобы вычислить вот этот вот кэтс, кэтс, мэгулэн. Окей. Дай лейбонен. Что такое лейбонен? Мы говорили, что есть разные, опять, синонимы. Есть лирот. Лирот, а слово рейяр. Рейяр – физическое зрение. Лейбонен, лейбонен, это всматриваться, что называется по-русски, но это не слово маббат, не от слова маббат, а лейбонен, а это слово, наверное, ливно. То есть человек смотрит, и у него рождается некоторая картина. То есть это процесс зрительный, он пересходит в процесс мыслительный. Лейбонен – это смотреть и понимать, осизать, не знаю, как это. Осизать все-таки с чувствами связано. Но по-русски надо всматриваться, посмотреть внимательно, как угодно. Дай лейбонен, куда? В землю Израиля, которая вернулась к тому, чтобы расцвести и дать плоды ее. Лучше хорошо перевести шава, а шер шава лифрох, это которое вновь, вновь цветет. Цветет и дает плоды ее. Плоды, да. Бэйняфа – это означает в щедрости. Айняфа – это в щедрости. Например, литром Бэйняфа, то, что говорится, это давать щедрую дзаку. Айняфа – так, порохи не сказать добрым глазом, хорошим глазом. И видите, это хорошее выражение, это известное выражение. Бэйняфа – айняфа – это означает щедро, да. Окей. То есть, теперь нам понятна эта ирония. Понятно, о чем говорил Раби Абба. Дальше. Ах. Ах гамкец Максимум Хасиша. Максимум Хасиша. Это вот ирония. То хамеш дакот, но максимум Хасиша. Окей. Ну, хорошо. Давайте. Давайте разберем. Он как бы вместе с Араби Абба, он начинает как бы немножко так иронизировать на теме, кто высчитывает. И вот у него по вычтению как бы выяснилось, что через пять минут все, дерево должно засветить. Он стоит как бы с этим самым с рифмометром или там с макшимоном и говорит, все, вот я посчитал, у меня по гематрии выходит, что через там пять минут дерево должно рассветить. Ну, максимум, максимум я еще полчаса могу накидать. Он, наверное, только наедет, смеется. Давай переведем. Ах, гам, кэтс, мэгулэзэ, эээ, о, до, не стар. Так, так же и конец рассеяния. Ах, мы говорили. Ах, ах, это проще всего перевести но. Но. Но так же конец рассеяния этого. Но даже и, я думаю, но даже и. Знаете, что это настолько очевидно. Он говорит, посмотри в окно, как все снова расцветает. Неужели тебе это не очевидно? Только запасись чуток терпения, дождись, когда это начнет свисти или приложи к этому усилию. Ах, гам, кэс, мэгулэзэ, он говорит, но даже и этот открытый процесс, который видимый, ощущаемый, зрительно осязаемый, зэ, о, до, не стар. Он все еще открыт. Правильно. Замечательно. Он все еще стыд, о, до, о, до от слова отдых. Еще. Он все еще, он все еще скрыт. Перед кем? Для того, кто стоит рядом с деревом. Правильно. скрыт, что ли, мэцапэ? Не, мэцапэ в смысле цофэ, и он нетерпеливо ожидает. Стоит, считает, нетерпеливо ожидает. Косар Солону нетерпеливо, да? Нетерпеливо ожидает. Да, в отсутствии терпения. Что-что? Да, чтобы, ну да, в отсутствии терпения, чтобы увидеть, как дают ветки как он расцветает. Ну, в смысле, в смысле, эти ветки ветвиться, как он ветвится, ну вот, говорится, у него ветки распускают, но ветки не распускаются, а в смысле растет, дерево, да, он становится ветвистым, да? Ветен и дает так. И дает период, да. Ну, и дает цитамин. Цитамин, да. Но каким образом он это делает? Вот он здесь с кавычки рассказывает, что на тебе в куда? В приказе, что ли? По команде. Ну, то есть человек говорит, это точно как по-русски, по команде. Я вот тебе даю пять минут по команде дерево, все, по команде четыре пять минут, чтобы ветки стали распускаться, да, и плоды появились. Я говорю, по-моему, я тебе говорю, команду, давай все, распускайся и цвети, да? В течение какого времени? Пяти минут максимум полчаса. Да, пяти минут максимум полчаса. Ну, по-моему, мы как бы отлично перевели, по-моему, очень красивые сравнения и как бы, опять же, понятно, что это все соответствует концепции, которая вот очень важна, да, не зря на это я обратил внимание, кема-кима, а именно постепенно. Все я говорю о том, что по этой концепции, да, это происходит некоторый постепенный процесс. Тот, который стоит рядом с деревом и ждет, он не замечает, что процесс происходит, потому что у него этого ритмуса дерева нет. А он в соответствии как бы со своей концепцией стоит и ждет, что через пять минут появится. Ну, не появляется, значит все, значит время не пришло. Окей, он находится в полном отчаянии. Ну, хорошо, я предлагаю, может быть, закончим на этом, правильно? Хорошо? Тогда в следующий раз уже, я думаю, добьем эту статью. Ну, не очень быстро продвигается, но мне кажется, очень красивый текст, и тут много таких как бы символических выражений, метафор, и все, по-моему, на мой взгляд, очень. Ну да, идея с деревом интересная. Идея с деревом очень интересная. У него такие очень жизнеутверждающие тексты, такие позитивные очень. Ну, послушай, в этом была как бы вся концепция. По нашему времени особенно так внушает что-то такое, надежду какую-то дает. Да, хотя подчеркиваю, опять же, как это по-русски называется, ложка дегтя, бочки с медом. Несмотря на такой оптимизм на то, что он сам, естественно, был человеком, полностью соответствующим встанем, к сожалению, умер все на мучительной смерти от рака, поджелудочной железы, в общем, совершенно чудовищно, абсолютно. К сожалению, кстати, я читал статью, ну, не статью, а воспоминания его близких, семья и все, и описывал, что он настолько мужественно уходил из жизни, он им всем показывал, как надо относиться к смерти, это как бы особая история не имеет отношения к тому, что мы сейчас говорили. Мы говорили, что, в общем, отец, Ханан Барад, он дал нам всем его сын, но он не такой известный, как отец, но тем не менее, неизвестный, да, что отец нам в последние годы своей жизни, перед концом, он, как настоящий учитель, он нам показал, каким образом надо воспринимать то, что мы можем воспринимать. тем более, ну, это вдвойне получается, человек не только говорил красиво, но и жухать, но и красиво, это вообще 100%. Да, 100%. Окей, ну, хорошо, тогда давайте на этом мы закончим, хорошо? Хороших, всего хороших новостей. Да, псороту вот, псороту вот, все, счастливо, замечательно.